Книг, заветные страницы помогают людям жить. Опыт работы Центральной городской детской библиотеки имени Надежды Константиновны Крупской, Централизованной библиотечной системы города Шахта с детьми-инвалидами. Я предоставляю слово Надежде Михайловне Ильиной, заведующий отделом отрочества Центральной городской детской библиотеки имени Крупской. Пожалуйста, Надежда Михайловна. Здравствуйте, я заведующая отделом Центральной городской детской библиотеки имени Крупской Ильина Надежда Михайловна. Тема моего вступления – книг, заветные страницы помогают людям жить. Я расскажу вам об особенных читателях и условиях работы с ними в условиях пандемии. На протяжении долгих лет наша библиотека сотрудничает с Центром реабилитации и абилитации Добродея. Главные задачи сотрудничества заключаются в содействии воспитанию детей с детским церебральным параличом, развитии их потенциальных познавательных возможностей, коррекции поведения и социализации. Невысокая познавательная деятельность, неразвитая речь, недостаток памяти, внимания, слабая полевая сфера, непонимание текста – вот те трудности, с которыми сталкиваются дети как читатели. Вынужденное социальное дистанцирование, вызванное пандемией, в первую очередь отразилось на особенных детях. Трудно объяснить ребенку со склонениями в развитии о необходимости соблюдения новых правил поведения в семье и обществе. Библиотека поставила перед собой цельку новых дистанционных методов работы, которые бы способствовали полезному времяпровождению детей, вовлечению их в творческую деятельность. Наша библиотека – центр притяжения особого ребенка, нуждающегося в доверительном общении и партнерских отношениях со взрослыми. Такое общение предусмотрено в клубе «Почитайка». Чтение оказывает не только развивающее воздействие на ребенка, но и терапевтическое. Восприятие, чувства, мысли, усвоенные с помощью книги, восполняются особенными детьми, в особенным детям недостаток собственных образов и представлений. В семейном клубе чтецами литературных произведений часто становится мама наших читателей, повышает авторитет родных людей. Большое место в нашем клубе мы отводим играм, основная цель которых – дать ребенку возможность быть самим собой в позитивном и комфортном состоянии. Особенно дети любят появление литературных героев, сюрпризные моменты. Стараемся применять здоровье, сберегающие технологии. Частая смена деятельности. Читаем, слушаем, мастерим, рисуем, лепим, участвуем в танцевальных минутках, фантомимах. Во время учебного года встречи в Почитайке проходят один раз в две недели и носят и познавательный характер, космонавтом быть хочу, живой уголок на дне морском, и литературный «Волшебный мир сказок Пушкина», «Праздник таинственный сундук», литературный час «Я с ней знаком давно по творчеству Агнии Барто» и литературная игра «Бабушка с метлой», которая закончилась созданием фотоальбома «Баба-яги». Загляните в мой фотоальбом. Загляните в мой фотоальбом. Загляните в мой фотоальбом. Не каждый ребенок сможет исполнить роль в коллективном спектакле. Но для участия в инценировке ребята привлекаются через ручной труд и изобразительную деятельность. Изготовление декораций, костюмов, дети рисуют портреты сказочных персонажей, волшебные предметы, мастерят подарки любимому герою. Готовя инценировку русской народной сказки «Гуси и лебеди», Ребята вместе мастерили декорации яблоньки, речки, а самые умелые мастера рисовали печку, заслонки к ней, где могли спрятаться сестрица Аленушка с братцем Иванушкой. Прошли также инценировки «Морпида Царевна» по фольклору народов коми и инценировка рассказа Виктора Драгонского «Пожар во флегеле» или «Подвиг во льдах». Вирус сильно изменил наши планы во время самоизоляции, сорвав мероприятия к знаменательным датам, к живому знакомству с новыми книгами и их авторами. Но новые технологии позволили нам и нашим читателям получать нужную информацию, не нарушая режим самоизоляции. Для ребят 6-7 лет была организована комната сказок. В дистанционном режиме ребята слушали сказки, рассматривали рисунки художников-иллюстраторов, отвечали на вопросы дистанционно вместе с мамами. Когда были сняты ограничения самоизоляции и работа со сказкой была возвращена в режим оффлайн, от ребят и родителей поступили просьбы продолжить работу в нашей комнате сказок. Были прочитаны такие сказки, как руссконародная сказка «Леса и журавль», «Ворон Воронович», сказка Сергея Козлова «Ежик и море», сказка Сергея Злотникова «Заколдованное слово» и сказка «Лиходеда» «Ветерок далекой планеты». Сергей Козлов «Ежик и море» Жил-был в лесу ежик-иголка. И был у него дом с печкой, лампочка в дому из гриба лисички и полная кладовая припасов. Но все ежику чего-то хотелось. «Неспокойно мне», — говорил он Васильку, — «вот здесь мутит», — показывал на грудь, — «к море хочется». Особенные дети и библиотека дружат на протяжении многих лет, а начиналась эта дружба только мероприятиями в режиме офлайн. Сегодня изменились условия жизни, и многие занятия с особенными детьми перенесены в электронный режим. Соединение этих направлений в нашей деятельности сегодня приносит ощутимый результат. Ребята с удовольствием участвуют в мероприятиях библиотеки, посещают встречи в клубе, занимаются творческими делами, приобщаются к чтению, делают разнообразным свой доступ. Спасибо.